Светлана, добрый день! Давайте я вам расскажу, что бы я по этому заданию добавила и как это действительно подготовить к дальнейшему производству. Ну, если мы говорим не просто про рисунок эскиза, а эскизы, которые в дальнейшем должны будут быть выполнены в материале, соответственно, получить реальную жизнь. Вы прекрасно создали два борда, которые являются визуализацией того, что вы хотите получить. То есть, вот так это у нас будет носиться комплект, это фэшн иллюстрация. У вас, кстати, здесь еще носочки есть или гольфы. Тут вопрос, возможно, они тоже будут частью этого комплекта. После этого вы прекрасно разделяете, что этот комплект состоит из трех элементов. Это у нас комбинезон, это у нас бомбер и это у нас, возможно, шифоновая юбка. Почему я говорю возможно? Потому что вы мне это не показали. Вы показываете цветовые вариации. Кстати, смотрите, цветовые вариации у вас есть на бомбер и юбку, а комбинезона нет. Соответственно, лучше показать сразу комплектом, как это будет смотреться в цветовых вариациях, которые вы предлагаете. Это очень хороший подход, например, для Wildberries. У вас один комбинезон в трех цветах, у вас один бомбер в трех цветах. В принципе, похожим образом планируются и фэшн-коллекции в крупных брендах. Поэтому это классный подход, но это нужно обязательно показать. После того, как вы это показали, вам нужно работать с каждым конкретным элементом одежды. То есть бомбер, например, мы берем бомбер. Я еще, например, бомберу покажу, а вы потом это разложите. У нас есть с вами бомбер. Вот сейчас у меня о нем нет никакой информации. Вы мне только показали, что здесь есть какая-то отстрочка. Какая информация мне нужна об этом бомбере? Вспомните, я вам давала образец, по которому вы можете делать дизайн-описание. Откройте этот урок, почитайте, посмотрите, что там входит. Соответственно, какую информацию я хочу об этом бомбере знать. Из чего он сделан? Какого он цвета? Какого он цвета делается по-разному. Иногда пишется номер понтона, если мы заказываем где-то ткань, производимую под нас. Либо подбирается образец ткани, который мы хотим. Либо хотя бы дается описание. Например, это будет футер двухнитка, футер трехнитка или какой-то другой материал. Вы должны это описать. Ну и приблизительно обозначить цвет. Обозначить, что у нас здесь с вами идет. Скорее всего, это рибана, если я правильно понимаю. Какая рибана? В цвет или она должна быть подобрана? Просто потом это дополняется конфекционерам, либо дизайнерам, если это входит в его функционал в данной компании. Туда подклеиваются кусочки, либо показываются образцы материала. Я вам уже задавала этот вопрос. Вы мне на него отвечали, что за цветочки. Если это какая-то дополнительная вышивка, либо это принт, либо это какие-то наклейки, вы должны это указать. Что это? Есть у него подкладка или нет подкладка? Какая это молния? Это спиральная молния или это тракторная молния? Вплоть до того, что вы можете поискать образцы в интернете фотографий, либо съездить в магазин что-то подобрать. В принципе, как такой вот проект, это даже здорово. Вы можете съездить и взять кусочки, образцы ткани, из которых бы вы хотели это видеть. Будет это ткань, будет это трикотажное полотно. Что это? Нужны там проклейки? Не нужны там проклейки? Вам об этом нужно подумать. Вы вот это все описываете. Показываете, что у вас этого бомбера в трех цветах. То есть у вас, к примеру, футер двухнитка сиреневая, футер двухнитка бежевая и футер двухнитка фисташковая. Здесь у вас так расположено, здесь так. Это нужно описать и рассказать. Что это? Мы нашивочку делаем, у нас принт или еще. Если принт, то на принт отдельно разрабатывается либо рапорт, либо монорапортный принт, который четко описывается какими цветами, какой технологией, как это все сделано. Это все нужно показать, потому что лично мне непонятно, что там должно быть. Вы приблизительно должны прикинуть его высоту, потому что я так понимаю, что она у вас укороченная. И вам нужно это хотя бы текстом в описании написать, что бомбер длиной до естественной талии. Ну, чтобы конструктор, который будет строить данную конструкцию, если это будете не вы, вы будете кому-то передавать, понял, о чем речь. Приблизительно указываются ширины резинок. Это второй лист. Первый лист мы делаем цветной, где описываются материалы, то, из чего состоит и как это выглядит. А второй лист, это вот это наше с вами техническое описание. Еще раз возвращаемся к уроку, в котором есть этот шаблон и на него смотрим. То есть не просто от строчка на 0,5. Тогда уж от строчка на 0,5 и вот здесь будет, и вот здесь будет. Ну, скорее всего. А какой ширины вы хотите манжет, это определяет дизайнер. Он может быть там 4 сантиметра, 5-10. Вы должны это приблизительно дать. Вы потом можете это откорректировать вместе с конструктором. Но должно быть понимание. То есть это внешний вид изделия, который вы задаете. Так же и здесь. У вас просто молния вшита или там еще будет какая-то декоративная тесьма на молнии. Иногда бывает, что тесьма контрастного цвета, она выделяется. Иногда не бывает. Может быть какой-то особый пулер там с блестяшками, какими-то неоновыми ленточками и так далее. Вы можете для своего проекта просто из интернета подобрать. Но это соберет вот такой целостный образ. И вот так мы с вами делаем, соответственно, на ваш великолепный бомбер. Мы описываем из чего, как, зачем, почему. Делаем техническое описание, где, что, когда. Прямо стрелочками указывая, что мы имеем в виду. И добавляем принт, если он у нас имеется. Ну, либо нашивка, тоже даем об этом информацию, чтобы человек, который будет работать даже с этим изделием, это все понимал. После этого то же самое мы делаем и из других элементов нашего образа. Отдельно описываем юбку, потому что потайная молния-застежка, а шва не будет. У меня тут вопрос технологический возникает. Но это классно пойти к конструктору, и конструктор вам это все покажет. Здесь у вас нарисована складочка отсюда. Здесь складочки нет. Здесь вот она будет заложена, нет. Тоже продумать. Посмотреть, что это. Тюль, фатин, органза. Тоже подписать. Какие материалы, как собраны. Может быть у вас там вообще резинка поверху будет. Такие юбки иногда на резинку собирают, и будет удобно. То есть подберите какой-то примерный аналог. Посмотрите, как это сделано. Можно в магазин сходить посмотреть. У нас, кстати, мы иногда когда работали, мы так делали, когда не знаешь какую-то технологию. Мы либо покупали изделия с похожей технологией, либо шли в магазин, фотографировали, либо искали в интернете. Для того, чтобы было понятно, как это сделано. И, соответственно, ваш прекрасный комбинезон, который вы сделали, тоже, я так понимаю, он наподобие из Skims, который бесшовный, возможно, с утягивающим эффектом. Кстати, нарисовано у вас по-разному. Здесь он подлиннее, здесь он покороче. Тоже надо писать, насколько вы хотите длинное. Потому что, если девушка, например, чуть-чуть больше размером, там 46-48, то вот эта часть ножки, ее бы желательно чуть подлиннее закрыть, чтобы они друг об другу не терлись. И это тоже может быть классным преимуществом при продаже, что, ну, как бы, вам всегда будет классно и комфортно, не будете ноги натирать. Да, что здесь есть, какая-то регуляция, лямок или нет. Есть ли подложенные чашечки или нет, часто это важно. И что там, например, двойной слой, и грудь не будет просвечиваться, можно носить без бюстгальтера. Вот подумайте об этом, сделайте классный, красивый, продуманный проект. Вы таким образом, как бы, представляете, как каждое изделие будет обретать жизнь. Вы представите, почему я еще говорю подобрать ткани. Потому что, если вы идете к конструктору, то вам конструктор спросит, а из чего это сделано? Ему нужно посмотреть коэффициент усадки, ему нужно посмотреть толщину ткани, да, подумать, какую обработку совместно с технологом это можно сделать. У нас, кстати, в чате много конструкторов-технологов. Вы можете начать это обрабатывать, и вам помогут собрать, положить это в портфолио. Это очень здорово, классно повышает уровень специалиста, что вы не просто картинку отрисовываете, а вы четко понимаете. Даже если вы эти куски наберете из интернета, у вас в голове оно соберется в понимание того, как это изделие будет произведено. Реально, посмотреть фотографии, сходить в магазин, посмотреть, может быть, какая-то технология вышивки вам понравится и так далее. Соберите этот проект до конца, он у вас красивый, он у вас хороший, его можно просто доделать до уровня еще выше, и получится офигенно. Потому что сейчас информации не хватает, потому что тут отстрочка ни о чем не говорит. Я понимаю, что вам нужно было показать, что вы умеете рисовать стрелочку сделанную, но если говорить именно о самом проекте, его нужно вот таким образом доделать. Потратьте время, если оно у вас есть, доделайте, досовершенствуйте, и в принципе, мне кажется, это даже можно запускать или можно предложить кому-нибудь запустить такую красоту вполне актуально. Правда, сейчас летний сезон заканчивается, но это может быть как и вариант нарядной одежды, например, к Новому году. Посмотрите на него, если есть вопросы, обязательно пишите, я с радостью на них отвечу.